У стен правительства очередной пикет. Больше 10 человек вышли на улицу Пушкина с плакатами. Все они борются за свое право на чистый воздух. Жители местечка Болино и улицы Автодоровская в очередной раз хотят достучаться до губернатора. Жалуются на выбросы полимерного завода. Говорят, что дышать просто невозможно. На помощь пришли коммунисты во главе с новым руководителем обкома партии. Мы подготовим соответствующий проект документа от имени депутата Государственного Дома, Генеральную прокуратуру, потому что, к сожалению, наша областная прокуратура не всегда правильно и нужно реагирует. Мы сейчас еще оставимся с участием к пикетам, поговорим дальнейшие шаги. То есть это как и проведение публичных мероприятий и, соответственно, и донесение позиций непосредственно самих жителей и граждан до главы региона. Недовольная экологическая обстановка не только жители областного центра, но и кенишенцы. Глядя на иванских товарищей по несчастью, они хотят добиться отмены строительства завода по производству пластмассы на берегу Волги. Забор нового производства всего в нескольких десятках метров от жилых домов. Приехал я из кенишмы. Хотим мы добиться, чтобы наши земли, которые перевели под нефтехимическую промышленность, перевели в те категории, в каких они были. Рекреационная и малоэтажная застройка. Услышат ли власти голоса у здания правительства, неизвестно. Впрочем, во время пикета самого Станислава Воскресенского в городе не было. С рабочей поездкой он отправился в Лугский район. Максим Серебряков, РТВ, Иваново.